И чтобы вы понимали, эта студия стоит примерно 50 тысяч долларов. Перед тем, как я вам расскажу о новой студии и про колледж, в котором я учусь, хочу сделать анонс следующего видео, которое выйдет в субботу, 24 сентября в 9.00. На следующее видео я потратил очень много времени и могу немного намекнуть, там будет видео, связанное с ноутбуком, но не переживайте, не на улице. В общем, не пропустите следующее видео, и для меня очень важно, чтобы вы подписались на мой канал, потому что до 290 тысяч подписчиков осталось совсем чуть-чуть. Спасибо за вашу поддержку. А также я решил на какое-то время сделать цену на рекламу на моем канале в 2 раза меньше, поэтому кого интересует, ссылка на мой ВК в описании. Всем привет, с вами Агера, и как вы знаете, сейчас я нахожусь в Англии, и я учусь в колледже на курсе медиа. Про это я вам уже рассказывал, а если быть точнее, рассказывал я о том, что я поступил в этот колледж. Но, так как я уже учусь в этом колледже чуть больше недели, у меня реально есть, что вам рассказать. И сегодня я расскажу вам, что у меня вообще за уроки в этом колледже, что мы на них делаем. Ну а самое главное, сегодня я вам расскажу, что это вообще за студия, в которой я могу даже попробовать записать для вас видео. В общем, будет реально интересно. Советую досмотреть это видео до конца. И как я уже и сказал, в этом колледже я учусь всего лишь чуть больше недели, но я уже понял, насколько мне нравится учиться на курсе медиа. И чтобы вы понимали, курс медиа, это не значит то, что у меня всего лишь один предмет, который называется медиа. Нет, это курс медиа, на котором у меня есть несколько разных предметов, и на этих разных уроках мы делаем разные вещи. К примеру, на одном из уроков нас учат монтировать видео. И да, чтобы вы понимали, вообще монтирую видео я через Vegas Pro 17, но на этом уроке нас учат монтировать видео через Adobe Premiere. Если я не ошибаюсь, эта программа называется так. И честно говоря, этой программой я пользовался несколько лет назад, очень короткий промежуток времени, и поэтому для меня это, конечно, непривычно. Но, тем не менее, монтирую видео я уже целых 6 лет, поэтому, скажем так, начинаю не с нуля. Ну и к тому же, это вообще-то колледж, в котором нас учат это делать. Поэтому ладно. И, чтобы вы понимали, это я вам всего лишь назвал только один урок, на котором нас учат монтировать видео. А так у нас вообще много разных уроков, на которых тоже происходят разные очень интересные вещи. К примеру, в первый же учебный день, когда я пришел, буквально на первом же уроке нам дали практическое задание. И сначала я, конечно, задумался о том, что я вообще не люблю делать никакие практические задания, но нам объяснили, что нам нужно сделать, нам объяснили, как пользоваться видеокамерой, как пользоваться треногой. После чего нам дали видеокамеру, нам дали треногу и сказали то, что наше практическое задание заключается в том, что мы должны ходить по колледжу и снимать что-то на видео, что-то фотографировать. Ну и делать это, конечно же, на этой треноге. Если я не ошибаюсь, это так называется. По крайней мере, я думаю, вы знаете, что это. И после того, как мы записали это на видео, нам нужно было записать на видео туториал, как пользоваться видеокамерой и этой треногой. В общем, это просто удивительное и очень интересное практическое задание. И чтобы вы понимали, перед тем, как я вам расскажу, что у нас еще за уроки есть в этом колледже, я хочу сказать то, что в этом колледже я учусь всего лишь 4 дня в неделю, то есть с понедельника до четверга. А пятница, суббота и воскресенье у меня выходные. Это тоже просто удивительно, но для меня это идеально, потому что благодаря этому у меня есть возможность снимать видео, стримить, да и вообще хоть немного отдыхать. Ну и, конечно же, учиться. То есть, честно говоря, у меня никогда не было 3 выходных в неделю. Опять же, это удивительно. И к тому же, хожу в колледж я не на 8 утра. Я хожу в колледж буквально на 10, иногда на 11, иногда на 12 утра. И да, конечно, чтобы доехать до этого колледжа, мне все равно нужно просыпаться пораньше, потому что еду я на автобусе примерно час. Но, тем не менее, это лучше, чем ездить на 8 утра. Поэтому это более-менее нормально. И также давайте перед тем, как я вам расскажу, что это вообще за студия, я вам расскажу еще про один очень интересный урок. А на одном из уроков мы вообще просто друг с другом общаемся. И, честно сказать, да, это странно. И сначала я не мог понять, для чего это нужно. Но потом я понял, что так как это курс медиа, мы должны учиться друг с другом разговаривать. И, по сути, мы берем друг у друга интервью, узнаем, кто чем занимается. И это тоже довольно-таки интересно и полезно. Ну, а теперь давайте я вам расскажу самое интересное. В этом колледже есть отдельная студия. Состоит она, скажем так, из двух кабинетов. В одной комнате находится много разного очень дорогого оборудования. Там находится несколько больших, профессиональных, очень дорогих видеокамер. Также несколько еще маленьких видеокамер. Также находится много разного света. Ну, то есть я имею в виду всякие разные лампы. В общем, очень хорошее освещение. Также находится несколько диванов. Сейчас вы поймете, для чего они. Ну, и на половину этого кабинета размещен хромакей. Сейчас вы тоже поймете, для чего это нужно. А в соседней комнате находится, как я понял, операторская. И в этом кабинете находится тоже много разной техники. Но этот кабинет нужен для того, чтобы видеть, что происходит в той комнате, где идет запись, через вот эти вот большие дорогие видеокамеры. И, по сути, вот в этой, получается, операторской, находится несколько экранов, на которых можно видеть, что происходит в том кабинете, где идет запись. Также находится еще много разной техники, где можно регулировать звук, ну, и вообще все контролировать, чтобы все нормально шло. Ну, и наблюдать за этим. Так вот, там у нас тоже идут уроки. Если я не ошибаюсь, один раз в неделю у нас есть целых две пары подряд. И мы, скажем так, учимся пользоваться вот этим вот всем оборудованием в этой студии. И чтобы вы понимали, эта студия стоит примерно 50 тысяч долларов. Ну, по крайней мере, мне сказали, что примерно столько на нее потратили, потому что там реально много оборудования. И сначала я просто не мог понять, что происходит, потому что некоторые люди уже занимались в этой студии, они знают, как пользоваться видеокамерами, потому что, опять же, эти видеокамеры, это не просто видеокамера какая-то маленькая, они реально огромные и профессиональные. И сначала нам объяснили, что мы вообще будем делать, дали нам задание. И после этого мы пошли в эту студию, и у нас было, скажем так, интервью. То есть мы друг у друга брали интервью, после этого мы рассказывали всякие разные истории друг другу, и у нас было две команды. То есть некоторые люди из одной команды должны были рассказать всякие разные истории, и другая команда должна была определить, это правда или нет. Ну, то есть человек обманул, когда рассказывал эту историю, или рассказал правду. И это все записывали на видео. То есть несколько людей сидели на вот этих вот диванов и общались, несколько людей стояли и снимали это через вот эти вот видеокамеры, опять же, там три вот этих вот больших видеокамеры, получается, три человека снимали это с разных ракурсов, разных людей, и также часть людей была в операторской, которые следили и переключали эти камеры, чтобы все было качественно и интересно. И, чтобы вы понимали, я успел попробовать почти все. То есть я тоже находился на этом диване и общался с этими людьми, когда меня записывали на видео. Потом мы поменялись местами, так сказать, поменялись ролями, и я пошел в ту комнату, которая, опять же, вроде называется операторская, и там мы уже следили за тем, что происходит в этой соседней комнате и регулировали звук и смотрели, чтобы все было нормально. Но самое смешное заключается в том, что в этой операторской комнате есть микрофон, и если нажать на кнопку и начать что-то говорить, то прям очень-очень громко в той комнате, где идет запись, через колонки слышно, что мы говорим в операторской комнате. То есть, по сути, это нужно для того, чтобы передать какую-то информацию, чтобы сказать, чтобы кто-то там куда-то, к примеру, что-то переставил, то есть это для этого нужно. Но так как мы просто учились этим пользоваться, периодически мы просто прикалывались, непонятно, что им говорили, и это было реально весело и очень-очень интересно. А также нам сказали, что если нам нужно для чего-то использовать эту студию, если нам нужно записать какое-то видео в этой студии, то мы можем попросить это сделать, и нам даже с этим помогут. И если я правильно понял, то, возможно, я смогу записать для вас какое-то видео в колледже в этой студии. Если вы хотите, чтобы я попробовал такое сделать, то ставьте лайк на это видео и напишите об этом в комментариях. Я не буду обещать, но, возможно, я попробую договориться, чтобы мне помогли с этим и чтобы я смог записать в этой студии какое-то для вас видео. Мне кажется, получится интересно, если я смогу это сделать. Ну а также, помимо курса медиа, в этом колледже я учу математику и английский. Про это я вам уже отдельно рассказывал. Я рассказывал о том, что в будущем я буду сдавать экзамены и поэтому мне сейчас нужно готовиться по математике и по английскому. Но сначала я думал то, что мне нужно будет ходить в какой-то другой колледж, чтобы готовиться к экзаменам по математике и по английскому. Но получилось так, что я хожу на математику и на английский прямо в этом колледже. То есть математика у меня один раз в неделю и английский у меня тоже один раз в неделю. И сначала вообще, то есть на прошлой неделе у нас была математика только один раз, и опять же, это было просто общение, мы просто знакомились с учителем, и я, честно сказать, даже не могу пока что вам сказать, это сложно или нет, но на английском у нас уже был, можно сказать, полноценный урок, и я вам скажу так, вот на английском реально сложно, потому что здесь уже обучают не, скажем так, новичков, то есть со мной в группе учатся люди, которые общаются на английском всю жизнь. И, по сути, я с ними учу как бы на одном уровне, но при этом английский они знают намного лучше, чем я, поэтому да, это, конечно, сложновато, но, тем не менее, я думаю, у меня все получится. Ну что ж, вот такое вот интересное видео сегодня получилось, надеюсь, оно вам понравилось, напишите в комментариях, что вы вообще об этом думаете, также ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока!